Сто лет назад Совнарком Молодой Российской Республики опубликовал декрет о создании государственной системы санитарно-эпидемиологической службы. С этого времени в стране началось создание сети специализированных санитарно-профилактических учреждений. По своему жизненному пути служба Роскомнадзора идет достойно, оставляя на каждом этапе своей биографии добрый след. Об этом шла речь на торжественном мероприятии, посвященном юбилею. История развития Роспотребнадзора связана с решением масштабных государственных задач. Это борьба с эпидемиями, профилактика заболеваний, обеспечение надлежащих условий жизни, труда и отдыха населения. На счету службы целое столетие самоотверженной работы, поисков и решений. В нашей стране, а также на Кубани и в муниципалитете наработан по-настоящему бесценный опыт. И его хранят ветераны службы, которые внесли неоценимый вклад в ее развитие, воспитание нового поколения сотрудников. Они считают, что без настоящей любви к своему делу ничего не получится. Результаты своей работы я вижу до сих пор, я их ощущаю до сих пор. Потому что в нашем городе мы работали вместе с администрацией, поднимали вопросы насущные, которые касались здоровья детей. И вот сейчас у меня один внук ходит в новую школу, другой внук ходит в новый детский сад. Построилось много спортивных сооружений, построился бассейн. И я всему этому очень радуюсь. Я считаю, что наша служба всегда поднимает такие насущные вопросы, которые на благо людей. Какие интересные решали задачи, ставили высокие цели, к ним шли, помогали людям. Делали много репортажей, занимались просветительской работой. И я хочу сказать, что в территориальном отделе в Славинском работали очень профессиональные люди, настоящие мастера своего дела. Ветераны Роспотребнадзора достойны самых добрых слов уважения. Их профессиональный путь – это пример преданности своему делу неравнодушия. От всей души поздравил приглашенных на торжественное мероприятие в городской дом культуры начальник территориального отдела Роспотребнадзора Сергей Смоловский. Сегодня служба выполняет важнейшую государственную задачу – обеспечивает санитарно-педемиологическое благополучие населения, противостоит распространению различных заболеваний, защищает патриотические права человека. Непростая многогранная деятельность требует от специалистов службы не только высокого уровня профессионализма, глубоких знаний, твердости, принципиальности, но и беззаветной движенности своему делу. Уверен, что нашим специалистам по плечу все вызовы времени, включая такую, как нынешняя пандемия. Особые слова благодарности и дать глубокого уважения мы приносим сегодня нашим ветеранам. Их профессиональный путь в санитарно-педемиологической службе – это пример преданности и любви к избранному делу и своей профессии. Спасибо вам за то, что вы им посвятили жизнь, охране, здоровье людей. И надеемся, что заложенные нами традиции продолжат наши молодые специалисты, выпускники медико-перофилактического факультета, пришедшие в наш коллектив. Юбилейной медалью Роспотребнадзора были награждены наиболее отличившиеся, также отмечены благодарностями и грамотами лучшие сотрудники. Глава Славянского района Роман Сенеговский подчеркнул, что Роспотребнадзор всегда готов подставить свое плечо, если возникнет проблема. Мы сегодня на экране видели славную историю службы. Эта славная история проходила в Славянском районе Снаешкино-Кубани. Все развивалось совместно. Мы видели тот объект, который построено, административное здание на улице Зержинского. Мы вместе открывали лабораторию, которая построена на том же месте, на улице Ленина. Как было бы сказано, принципиальная среда Лесачева службы, порой жесткость, бескомпромиссность. Наверное, это основные факторы, которые дают свой результат. Памятные медали за вклад в развитие Славянского района, а также почетные грамоты, были вручены передовым работникам. Со словами благодарности и поздравлениями выступил глава Красноармейского района Юрий Васин. Ваши постоянные требования, ваши постоянные движения, объяснения и профилактическая работа приводят к тому, чтобы мы на самом деле достаточно очень много сделали, делаем и будем делать. А если уже не дай бог что-то где-то как-то, то ваш профессионализм, ваши четкие действия приводят к купирую любые проблемы. Я истинно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. На сцену для награждения благодарностями были приглашены представители распотребнадзора. Заместитель начальника территориального отдела Наталья Клименко была отмечена медалью за вклад в развитие Красноармейского района. Вся моя сознательная жизнь, мой выбор этой профессии был осознанный, и она меня никогда не разочаровывала. Она требует от человека, конечно, большой самоотдачи, но и много дает, потому что стоять на страже здоровья людей, мне кажется, мало что есть более благороднее. Поэтому, в общем-то, у нас и коллектив хороший, и люди такие окружают. А вот сегодня, благодаря такой грандиозной дате, мы все встретились, увидели друг друга, и осталась вот эта общность. Глава Калининского района Виктор Кузьминов сказал, что сотрудники службы всегда готовы прийти на помощь. Нестолетний юбилей – показатель вашей дееспособности и необходимости ваших служб. Мы сегодня плановерно ремонтируем и расширяем, реконструируем пищеблоки в школах, детских садиках. Это прежде всего наше подрастающее поколение, это те граждане, которые будут потом создавать район, создавать страну в целом. Поэтому спасибо за ту поддержку, которую мы ощущаем, спасибо за то внимание, которое вы уделяете. В связи с празднованием 100-летия образования Госсанэпидслужбы России были поощрены лучшие специалисты. Славянские артисты порадовали собравшихся своим искусством. Пусть и меркнут огни ваших радостных глаз, Я хочу, чтобы вам повезло, Я хочу от души, чтобы стало у вас И в судьбе, и на сердце светло. Слова глубокой благодарности и признательности за трудовой вклад были сказаны в адрес ветеранов службы. Им вручили цветы. Молодые специалисты перенимают у ветеранов богатый профессиональный опыт. Зинаида Поспелова, которая проработала более 30 лет в санитарной и эпидемиологической службе, выступила с напутствием к молодым специалистам. Быть специалистом нашей службы непросто. Это постоянная работа с людьми, требующая не только высокого профессионализма, но и культуры профессионального общения. Ваша работа на местах и работа службы в целом достойно подтверждает гуманность и благородство нашей профессии. Я хочу пожелать вам успешной добросовестной работы. Роспотребнадзор активно сотрудничает с предприятиями и организациями, и руководители, приглашенные на празднование, поздравили службу с юбилеем. У нас в жизни протекает благополучие. Это благодаря вам, благодаря вашим знаниям и вашим контактам. Делегатные вежливые слова, они нас направляют в нужное русло. Большое вам за это спасибо. Только со временем понимаешь, только со временем понимаешь, как вам сказать, значимость всего того, что мы делали. Уважаемые коллеги, у вас можно спросить, с вами можно посоветоваться, а вы просто без устали разъясняете, поясняете, просвещаете. Я думаю, что это есть профилактика с большой буквы, потому что за спиной каждого из нас вы просто не встанете. Я очень вам благодарна за те знания, которые я получила, работая с вами, с Сергеем Александровичем Тамарой Петровым, с нашими коллегами именно в практике. Многие годы. И эти знания, они мне сегодня тоже нужны. Огромное спасибо за ваш труд. Завершилось юбилейное мероприятие с самыми добрыми словами и пожеланиями новых трудовых успехов и побед всем виновникам торжества. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа События. Продолжение следует... Продолжение следует...